Калмыцкая творческая студия «Леонардик» победитель и призер международного конкурса «Учительская онлайн-лаборатория рыбаков фонда». Четыре школьницы из Калмыкии стали не только лучшими, но и прошли дистанционные курсы «Союзмультфильма». Девушки уже много лет занимаются рисованием и планируют продолжить обучение именно в этом направлении. С юными художницами познакомилась наша съемочная группа. Творческая студия «Леонардик» открылась четыре года назад. Сегодня ее посещают более ста детей. Здесь обучают рисованию, учатся создавать анимации и пользоваться фотошопом. В конце прошлого года педагог Байра Буваева нашла в интернете конкурс по мультипликации и сразу же подала заявку. Далее участников ждала образовательная программа от киностудии «Союзмультфильм». И уже после создания собственных анимационных работ. Конкурс для нас прошел как опыт, потому что дети узнали, насколько сложна вообще профессия аниматора, насколько это каким-то тяжелым трудом это все дается, насколько нужно терпение усидчивоится и сколько необходимо знаний для того, чтобы создать, к примеру, один какой-то короткий мультик. Наши дети узнали, что одна секунда анимации – это восемь кадров, отрисованных вручную. И теперь они смотрят мультики уже с более другим подходом и сознанием того, сколько труда и сил вложили туда люди. Валерия Чернявский, Хэнкира Улюмджиева, Дарья Бекетская, Лола Кинзеева занимается рисованием более шести лет. Девушки учатся в старших классах и уже решили, что продолжат свое обучение в художественном направлении. Планируют поступать на дизайнеров, мультипликаторов и другие смежные сферы. Этот конкурс для них стал не только образовательной площадкой. Девушки еще раз убедились в верности выбора будущей профессии. Есть различия. Например, когда ты рисуешь акварелью, сложно нужно ждать, чтобы акварель высохла, подождать. Также, если сравнивать его с птичством, фотошопом, то здесь можно менять слои, перетаскивать их, менять. А в акварели, если ты сделал ошибку, нужно ее сразу же исправлять. То есть это довольно сложно. Но также удивительно это для разной техники, если они также могут использоваться у разных. То есть если нарисовать, например, в акварели, можно перенести в фотошоп и подредактировать, дорисовать что-то. То есть можно смешивать несколько техник вместе. Безумно понравилось. Мы узнали многого, как создается анимация. Не только как на компьютере, но также как и на рисовании. Как это происходит. Узнали много нового и интересного. Мне очень понравилось участвовать в нем. Я узнала много всего нового. Теперь у меня есть собственная история обо мне. И я буду дальше ее развивать, продолжать. Хочу создать такой сериал. Люблю рисовать сначала на бумаге, а потом по возможности перерисовать на компьютере. Валерия Чернявских также в числе победителей. Сейчас она готовится к открытию собственной выставки. Более 25 работ скоро предстанут на суд зрителей в выставочном зале. Из них подавляющее большинство портреты. Все произведения выполнены на компьютере при помощи графического планшета. Подарок дедушке. Она вообще должна была быть еще в прошлом году. Но потом карантин. И я распечатала уже работы. Отдала в студию, где будут паспорту делать. И все закрылось. И вот недавно я распечатала новые работы. И отдала опять их в феврале. Она будет. Девушки признаются, хобби никак не влияет на учебный процесс. За карандаш или планшет они берутся при каждой свободной минуте. И начинают творить. Впереди много планов и новых побед. Чингис Тихонов, Максим Мятежный. Информационная программа День республики.